Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа. Мою дочку зовут Ксюша. И сегодня речь пойдет именно о ней. Да, о ее 5 месяцах жизни. Ее вес составляет 7,5 килограмм. Ее рост составляет 70 сантиметров. Мы продолжаем пытаться грудным молоком. Также мы носим все еще третий размер подгузников Huggies. И носим размер одежды 3-6 месяцев. Вот такие общие сведения о Ксюше. Наш рассказ о том, что же Ксюша умеет, чему она научилась и как она развивается с того, что случились у нас наконец-то перевороты. Да, это случилось ровно в тот день, когда ей исполнилось 5 месяцев. Я оттягивала этот момент как можно дольше, но случилось то, что должно было давно уже случиться. И Ксюша начала переворачиваться. Теперь надо ее переворачивать полностью на половую жизнь. Она активно лепечет и огукает. И иногда даже в ее лепете детском слышится что-то подобие мама. Видите, Ксюша просто не может не смотреть на наше пасхальное дерево, поэтому пересадим ее в другое место. Да? Будешь на маму смотреть? Мама все-таки самая родная. Да? С негатива в этот месяц минувший нам удалось заполить трахеитом. Нам назначили антибиотики, но я ее вылечила дренажным массажиком. То есть я просто ее укладывала и делала дренажные массажики, сколько у меня хватало свободного времени. И таким образом мы ее спокойненько вылечили от болезни. И я этому очень рада, потому что давать ребенку антибиотику в таком раннем возрасте – это не очень хорошо. Также мы мучаемся все еще складочками нашими. Ну, я уже сходила к дерматологу. Нам написали кучу-кучу всего. Буду пробовать. Если нам удастся со складочками нашими разобраться, то я вам обязательно расскажу, как это случилось. Ксюшенька уже научилась реагировать на свое имя. Если ей говоришь ее имя, обращаешься к ней, то она тебе смотрит в лицо и радостно смеется, улыбается и сияет просто своими серыми глазами. Да, у нас вроде бы пока серые глаза. Кстати, она уже научилась различать своих и чужих. То есть к Саше, Маше, папе и маме она относится хорошо, она улыбается, все отлично. Но если появляется кто-то чужой, то она сразу настораживается или начинает плакать. И так смешно. Один раз я вышла из ванны с полотенцем на голове в халате, в котором она меня не часто видит, и она расплакалась реально. Она сначала испугалась, смотрела на меня, у нее губка нижняя дрожала, а потом она все-таки не выдержала, эмоции нахлынули, и она разрыдалась. Так что, да, зрение, значит, у нее уже хорошее, и она все видит. Когда я занимаюсь спортом, точнее фитнесом, делаю упражнения, то она с радостью наблюдает за мной, и в принципе ей не нужны никакие развлекушки в это время. Она просто на меня смотрит, смеется, ей нравится, когда я в это время с ней еще поддерживаю беседу, и в принципе я могу уделить 30-40 минут тренировки спокойно, и она не требует к себе особого внимания. Очень любим мы смотреть в зеркало, это просто самое любимое наше занятие. Проходя мимо зеркала, мы обожаем в него смотреться, рассматриваться, да, смотреть, видеть там маму, и в общем девочка это девочка. Ксюша уже осознанно хватается за игрушки, которые ей нравятся. Хватается даже, когда ей их подносишь, она хватает, рассматривает, трогает, а потом обязательно тянет в рот. Куда же без этого? К сожалению, все в их жизни, жизни младенцев, сознается через рот, да? Кстати, уже она не так быстро засыпает в коляске, и если раньше я выходила, и она тут же отрубалась, там надо было только 5 метров отойти от дома, то сейчас я могу прийти в садик, и она будет еще подрастывать. И только когда я выйду из садика, она уже заснет. То есть проходит даже где-то полчаса после того, как она накатается в коляске, смотрится на маму, и тогда только заснет. Поэтому мы уже взрослеем, ой-ой-ой. Когда я кушаю, то нередко получается, что я ее держу на руках. И вы знаете, она проявляет такой интерес к еде. Она смотрит, как я что-то там накалываю на вилку, подношу ко рту, потом это жую. И вот так все внимательно смотрит, что я думаю, что с прикормом у нас будет все отлично. И, ну, не знаю, какой у меня будет конкретно прикорм, скорее всего, такой педагогический, но смешанный. Кстати, мамочки, если вы смотрите кучу таких роликов о детках, то никогда не сравнивайте своих детей с чужими детьми. Это неправильно, потому что каждый ребенок развивается индивидуально, и нельзя его мерять по каким-то шаблонам и линейкам. И обязательно запомните себе на будущее, что нельзя говорить о сравнении вашего ребенка с другим ребенком вслух в присутствии малыша. Малыши это слышат, мотают на ус, и потом могут где-нибудь выдать вам в очень неприятной ситуации. Или просто у них может снизиться самооценка. Да, это звучит как-то странно, если мы говорим о пятимесячном малыше, но все-таки давайте соблюдать эти правила с младенчества для того, чтобы дальше себя не отучать от этих вредных привычек. Большое спасибо, что были с нами. Это была Наташа и ее дочка Ксюша. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok